золотые маят мы с медведем ролик о хорошем настроении о хорошем настроении хорошем настроении если на союза писателя россия а стою на учете в мордовском отделении союза писателя россии вот на моей памяти у нас уже третий председатель 1 председатель был тупой напыщенный мордвин такой круглый как шарик ничего путного своей жизни не написавший но сама себе имеющий самые лестные мнения как крифи мордовской литературы фамилии вы его не знаете она вам ничего не скажет как не говорил ничего мне но мордин был по национальности я его поддерживал почему мордвин мордовское отделение союза писателя россии по моему убеждению должен возглавлять мордвин не русский его преемником стал еще более глупый человек о себе имеющий более даже высокое мнение нежели его глупый предшественник ну чем глупее человек тем более лесно он думает о себе вдобавок поэт он еще поэт такие стихи боже мой ну там я наверно в детском саду лучше сочинял чем он уже подстал чем в 60 лет он человек то есть за 60 лет набрал жизненного опыта меньше чем я за первые 5-6 лет жизни вдобавок он был русский что мне не нравилось сильно я голосовал против него потому что русский да и потому что дурак но это он как-то у него заветная мечта была вот на это кресло залез 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 и умер долго не задержался а умер мне его жалко мне его жалко потому что он был дурак но он был безобидный дурак то есть бывают дураки подлые нет он был не подле совершенно точно был не подлец вот и мне даже как-то немножко стало грустно что он помер но на его место пришел новый председатель вернее председательница вот за нее я голосовал двумя руками во первых женщина во вторых мордовка все если мордвин или мордовка моя рука поднимается автоматически хотя сам я русский что вам было понятно чем мордва в мордове отличаюсь отличаются от русских вот лично для меня для меня мордвин это человек говорящий на языке мокша или на языке эрзя лучше меня хотя не факт в общем идет процесс ассимиляции многие мордва не знают своего родного языка думают на русском по мордовски не говорят но вот я формулирую для себя что такое мордвин это человек имеющий деревенские корни и разговаривающий на мокша или на эрзя лучше чем я хотя куда уж лучше и вот избрали девочку ну как девочку взрослой женщина председатель мордовского отделения союза писателей россии мордовка она редактор журнала на мордовском языке и сама поэтесса но избрали избрали тут у меня ковид тут я в больницу выхожу из больницы тут у меня фсб тут у меня уголовное дело потом военный трибунал не до вот не до общественной жизни не до общественной жизни мне и вот наконец недели две три назад решил я поинтересоваться ну как она вообще вообще ну как она вообще жизнь это литературно я все-таки литератор некоторым образом как там она литературно это жизнь в родном мордвинятники что вы думаете кипит кипит литературная жизнь в моем любимом мордвинятники да вот это самый председатель оказалась человеком очень активным человеком очень деятельным надо сказать толковым чувству вот я чувствовал что нужна женщина проводятся семинары для молодых авторов и для прозаиков и для поэтов недавно прошло в доме печати такое собрание не знаю совещание семинар обмен мнениями на котором две девочки мордовки председательница и ее подружка ну делились своим опытом кроме этого как я узнал подружка председательницы уже не первый год ведет в доме культуры городской колхозник литературный кружок литературному кружку этому ребята ой лет 40 если не 50 начинал его один такой хороший поэт ныне уже усопший еще при советской власти еще при советской власти начинал поэт поэт начинал 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 поэт ну не пушкиных не лермонтовых не гоголев не булгаковых этот кружок не дал я не был членом этого кружка но вот люди пишущие люди пытающиеся писать люди жаждущие публикации как тут собираются вместе я вот почему с ними не собирался давным давно в детстве но класс 1 2 данным давно в детстве прочитал я рассказ как два мальчика учились играть в шахматы ну папа одного из них показал как расставлять фигуры как ходят ну мальчики давай рубиться друг с другом но понравилось же средут конь такой так ходит ферзь но мальчики ну давай рубиться в день там по 20 партий еще не не уроки ничего приходит но там приходили школы делали уроки быстрее один другом приходил давай расставляю фигуры ничего прям не спали не ели играли в шахматы но так продолжалось месяца два ну к отцу приходит папа мы тут превзошли мы тут все мы тут в шахматы тут тут ну давайте сыграем с вами чему вы там за два месяца научились но папа сыграл с каждым из них поставил мат каждому из них и сказал такие слова но играйте вы хорошо то есть одинаково плохо понимаете когда люди ну не знаю низкого уровня низкой квалификации низкого происхождения просто низкого уровня в чем бы то ни было в борьбе в музыке в литературе мякой когда любители собираются вместе не факт что они выйдут в профи именно потому что они друг перед другом там вот надуваются и раздуваются от гордости а все это очень жалко выглядит потому что для того чтобы писать хорошую прозу нужно читать хороших авторов не своих вот этих вот коллег и восхищаться ой мэтр ну ты что ну ты гений старик ну ты прям так так вот загнул нет нужно читать хорошую прозу великую прозу надо читать для того чтобы снимать хорошие фильмы нужно смотреть великие фильмы что вот вот твои предшественники что сделали твои предшественники ты-то что можешь ты-то что можешь внести в мировой кинематограф а вот эти вот полоскание по литературным студиям нет нет это больше это лучше чем ничего это лучше чем ничего но если ты хочешь играть в профессиональной лиге нужно стремиться в профи они в любители прям сразу там любителям сказать ребят он раздевалка вы туда а мой каток вот здесь я я играю за и начал но опять-таки требования которые я предъявляю сам к себе я не распространяю на простых смертных нет нет не надо нам еще одного андрея семенова хватит одного классика меня зачем на 2 классика мордови вот но тем не менее девочки ведут литературные семинары но для совсем уже беспомощных поэтов и писателей ведь они делают хорошее дело они делают хорошее дело и не могу не восторгаться не могу не восторгаться что они бесплатно ну или за незначительную плату но скорее всего бесплатно на общественных началах тащит в литературу молодых авторов и опять таки я хочу поприветствовать этих авторов потому что эти люди не погнались за успешным успехом не деньги делают не карьеру делают а занимаются делом приятным но неблагодарным занимаются литературой в неважно как поэт они или прозаики но они что-то хотят дать миру не забрать у мира что-то дать миру они хотят они хотят с миром чем-то поделиться вот смотрите я так вижу вот смотрите я так чувствую именно с этого начинал я вот смотрите я так вижу смотрите я так думаю я вот с этим пришел в литературу с этим эти с этой целью с этой задачей и вот они идут по той же самой тропе по которой начал идти я там грубо говоря 20 лет назад я это приветствую итогу смотрите какая вещь хорошая выходит какие-то люди студенты рабочие менеджеры по продажам свободные от работы от учебы время занимаются полезным но безнадежным совершенно делом создают литературу прозу поэзию неважно они главное не бухают и главное не не деньги делают мать не успешный успех они не эффективны и не динамичные они нормальные они творческие и в общем подкупают меня эти я люблю творческих людей поскольку сами творческие до нельзя две другие девочки выступили их наставниками каково я хотел принять участие в семинаре в роли вольного слушателя и попросился мол они взяли мне так сказать поприсутствовать на что мне было отвечено что поприсутствовать мне никак невозможно вот ввиду того что но нет так нет не хотят меня хозяева пустить не хотят меня обедом угостить я не сильно это и обиделся не сильно ты расстроился наверное скорее всего я бы там только мешал даже если бы я сидел тихо как мышь под веником даже если бы не произнес ни одного слова я одним видом своим уже руководитель семинара мог бы смущить а правильный я говорю акшалов семена он сейчас меня передразнит он мне потом выяснить нет это я с пониманием отнес сюда своим присутствием я мог бы смутить руководитель семинара тем более она мне где-то вот так вот ростиком по локоть очень маленькая девочка почти королица но поэтесса но тем не менее руководитель семинара она не я ей виднее она решает а это подумал вот смотрите одни пишут прозу стихи другие ведут семинары это вот председательница ее подруга очень не старые молодые девочки но как девочки женщины конечно же замужние серьезные другие ведут семинары а я а я а я совершенно выпал за литературного процесса понимать из литературного процесса выпал я у меня нет желания возвращаться в литературный процесс потому что не за это никто не заплатит а мне нужно семью кормить все что я хотел написать я написал нет еще один роман еще один роман у меня треть романа было написано представляете треть романа еще чуть-чуть труда и был богатый роман не все не все не все я не все что хотел я написал еще бы мог написать да не истяк но пока нет пока деньги нужны и подумал я какую пользу могу извлечь я из того что кто-то где-то учится писать прозу или стихи а кто-то где-то этих учеников учит писать прозу и стихи но в меру опять-таки в меру своего понимания и таланта я извлек я извлек я дня три честно я не сразу понял я не сразу понял в чем моя корысть в чем моя корысть но в принципе вот смотрите я там не при делах меня учить прозу писать не надо я сам кого хочешь ночью вот то что там кто-то учится писать кто-то учит писать но я вообще не при делах но надо же пользу все-таки человек из бизнеса я не могу так что я не могу идти без денег понимать я не могу идти без мяса чтобы чтобы я где-то там куда-то пришел и я ушел без прибыль чего этого время будут затратить нет я три дня думал я три дня думал как бы мне свой изюм из этой бурки наковырять светлый у меня голова светлые у меня голова я нашел я нашел я нашел выгоду для себя не надо меня звать на ваши эти семинары все мне больше это не интересно я знаю сам факт что в саранске в мордове даже не в саранске в республике есть по крайней мере 20 а может быть даже и 30 людей разных возрастов которые желают создавать литературу то есть прозу или поэзию мои аплодисменты я знаю наверняка что есть две девочки которые готовы совершенно за даром помогать этим людям создавать свои литературные произведения это все меня духовно обогатила какую прибыль из этого извлек я я вам расскажу следующем ролике я вам расскажу в следующем ролике вы все увидите вы все сами увидите своими глазами следите за нашими публикациями в следующем ролике я расскажу нет я не буду их издавать и не буду так сказать на них зарабатывать их книги никто не купит заверяю вас их пачкотню никто не купится, потому что все это беспомощно, все это нечитабельно. Создавать литературу – это одно, а создать литературу – это другое и сильно не одно и то же. Их издателям, продюсерам, публикаторам я не буду, я к ним вообще никакого отношения иметь не буду. Я заработаю на другом, я уже заработал на другом и расскажу вам в следующем ролике, на чем именно. Еще раз, Андрей Семенов отдельно, молодые литераторы отдельно. Все, у меня своя свадьба, у них своя свадьба, но они меня очень здорово подняли. Не пропустите следующий ролик.